SCP-1320-RU Номерная станция ВРР-19 Объект SCP-1320-RU Класс объекта Евклид Особые условия содержания Местонахождение SCP-1320, несмотря на все предпринимаемые усилия, на текущий момент установить не удалось. При обнаружении объекта следует демонтировать его и доставить в Зону-7. В случае дальнейшего проявления активности изолировать в камере с мощным источником радиоэлектронного подавления. В течение суток с момента захвата необходимо провести экспресс-изучение объекта по программе N12R на наличие дополнительных свойств и оборудовать камеру содержания в соответствии с новой информацией. При невозможности демонтажа или доставки SCP-1320 Зону-17, а также оперативного радиоэлектронного подавления, следует предпринять попытку уничтожения устройства на месте обнаружения. SCP-1320-1 следует хранить в стандартной ячейке для объектов класса «Безопасный». Ключ хранения у куратора исследования и может быть выдан сотрудникам с его согласия. SCP-1320-1 не проявляет абсолютно никакой аномальной активности и является физически разрушаемым. Все сотрудники, непосредственно работающие с субъектами-контактерами, должны раз в три смены проходить полное психиатрическое обследование. Описание. SCP-1320-1 представляет собой красный печатный журнал с бумажной накликой на фронтальной части. Весь напечатанный текст составлен на русском языке. Обложка объекта содержит надписи VRR-19, НИИ прикладной. Бюро номер 4. Вероятно, одно из названий прикрытия НИИ Прогресс. Содержащаяся в журнале информация позволяет принять аномальный радиосигнал станции VRR-19, обозначаемый как SCP-1320. SCP-1320 является необнаруженной на данный момент наберной радиостанцией, функционирующей в соответствии с неизвестными физическими принципами. Для каждого отдельного слушателя частота вещания объекта различна и зависит от ряда индивидуальных характеристик самого слушателя. Прием сигнала VRR-19, за редким исключением, оказывает неиспытуемого пагубное воздействие, как в физическом, так и в психоэмоциональном плане. Работающий непосредственно с испытуемыми персонал подвержен частичному влиянию SCP-1320, даже без прямого контакта со станцией. Субъекты-контактеры, а также пораженные через них третьи лица, могут принимать сообщения VRR-19 через любые устройства, предназначенные для воспроизведения звука, а также через голосовой аппарат человека. На сегодняшний день не было обнаружено каких-либо упоминаний о проекте VRR-19 или о схожих разработках ни в советских архивах, ни в архивах России и стран бывшего ВД. Бывшие сотрудники НИИ Прогресс подтвердили слухи о существовании некого сверхсекретного проекта. В... Р... Расследование продолжается. Об истории исследований. SCP-1320-1 был обнаружен сотрудниками Следственного комитета. Области среди личных вещей... Даны удалены. В перечне обнаруженного в журнале стоит отметить следующее. Чертежи передающего устройства. Принимающие антенны и радиомачта с обозначением VRR-19. Обозначение принципа работы объекта, содержащие множество технических терминов, не существующих или не являющихся общеизвестными. Условные обозначения, не принятые в современной науке и технике. Единицы измерений, не соответствующие СИ или каким-либо другим системам измерений. Большое количество таблиц определения рабочей частоты вещаний в VRR-19. Черно-белая фотография группы неоползанных людей. Сотрудники СКР приняли данный документ за шутку, так как, помимо прочего, таблицы поиска станции включали в себя несвойственные для документов такого рода параметры, такие как дата рождения оператора, главенствующая фобия оператора, первая буква имени оператора в латинской транслитерации, любимый цвет оператора. Удалено. Объект привлек внимание агента под прикрытием, который изъял SCP-1320-1 для изучения. После первого контакта со станцией, смотрите SCP-1320-1, не санкционированный, было принято решение об остановке объекта на содержание. Прием сигнала может быть осуществлен двумя способами. Посредством мручного определения частоты вещаний в VRR-19 с использованием таблиц, содержащих SCP-1320-1 и ряда личных данных оператора. Случайным образом, посредством перебора частот, фонду известно о таких случаях, произошедших по всему земному шару. Информация о них хранится в отчете номер Результаты контакта человека с SCP-1320 разнятся от случаях случая. Количество испытуемых, осуществивших контакт, на текущий момент уже позволяет сформировать крупную статистическую выборку. Контакты с SCP-1320 характеризуются следующими особенностями. Трансляция всегда ведется на родном языке испытуемого, с явным русским акцентом. В ходе исследований были зафиксированы языки английский, армянский, русский и идиш. Слушатель станции может вести с последний диалог без помощи устройства ввода. Станция вещает различными, но ограниченным числом голосов. Запротоколировано от 17 до 20 уникальных голосов, в том числе два женских. Часто играет музыка 40-х-70-х, как советская, так и западная. В 90% случаев субъект, контактировавший с SCP-1320, продолжает контакт через иные устройства аудиовоспроизведения. В 30% случаев станция запрашивала у субъекта информацию, касающуюся деятельности фонда. Сотрудников передали станции секретную информацию. Помимо внутренней организации фонда VRR-19, как правило, интересовали SCP-объекты, представляющие себя электрооборудование, радиоприемники, антенны, а также прочие объекты, испускающие волны любых типов. Операторов различными способами вывели из строя свои органы слуха. Также стоит отметить нестандартные случаи исхода контакта человека с SCP-1320. Субъект D Самовозгорание Вскрытие показало, что у испытуемого воспламенилась нервная система. Оценочная температура Градусов по Цельсию Радиолюбитель Напал на центр изучения ионосферы в городе Края России Вооруженный охотничьим обрезом, субъект убил двух охранников и попытался соорудить возле главной антенны Дану Длины Убит прибывшим нарядом полиции Человек из изолятора 9И Вместе с назначенным к ним в качестве наблюдателя сотрудником класса С Действуя сообща, устроили прорыв Атаковав блок С вероятной целью освободить удалено Убит охраной Один сотрудник класса С Скопировал журнал для неопределенных целей Копия уничтожена Сотрудник помещен в изолятор Один испытуемый D Исчез За два дня до этого D Обнаружил у себя возможность ретранслировать в RR-19 Через собственный ROT Приложение Стенограмма аудиозаписи, сделанная агентом SCP-1320 Эксперимент номер 1 Несанкционированный 14.03.2008 19.20 Рабочее место агента Участники Агент 19.02 Начало аудиозаписи Агент Шорох перелистываемых страниц 16 минус... Минус 7 Так, нет Тут степень Минус 8 Ага Так, неразборчиво Фобия, акрофобия Это у нас вот сюда Буква имени Вроде все Для протокола Агент 14.03.2008 Время 17 часов 3 Минуты Место личный кабинет ВСКР По Области Провожу изучение объекта в виде красного журнала С необычной информацией Возможно аномальной Документ содержит информацию по приему некой станции Для поиска которой нужны сложные расчеты И такие вещи, как первый буквой имени Или фобия радиста Тут все сошлись на мнении, что это какая-то шутка Но я все-таки проверю Я рассчитал частоту Начинаю ее поиск через приемник Щелчки переключателя Шум помех Помехи продолжаются Слышно лишь дыхание агента Агент Ничего не слышно Но пока рано снимать вопрос Спустя 2 минуты 36 секунд после начала приема Сквозь помехи начинает проявляться молодой женский голос Ж1 Радио 442-61-80-35-000-19-6 Донудренный Агент Слышит числовой ряд Похоже на военные шифрованные передачи Передача длится около 3 минут Затем играет композиция, с чего начинается родина По ее окончанию звучат позывные советского радио Говорит Москва Говорит немолодой женский голос Ж2 Радио Сегодня в столицу Советского Союза С официальным визитом Прибыла правительственная делегация Народной Республики Италия Генеральный секретарь Маленков На встрече со своим итальянским коллегой заявил Что полностью поддерживает позицию Италии По вопросам демилитаризации Корсики Агент Класс Радио Ж2 Любые попытки стран Североатлантического военного директората Накалить ситуацию Будут жестоко пресекаться Заявил Маленков Также Министерство иностранных дел СССР Опровергло информацию о продолжающихся ракетных обстрелах острова Со стороны Вооруженных сил Италии Переброска соединения ограниченного контингента советских войск К окрестностям города Палермо не является Радио Мужской голос М1 К другим новостям Национальное аэрокосмическое агентство США Потеряло связь с космическим аппаратом Орион Официальные лица Радио замолкает Появляется новый голос Радио М2 Вы готовы? Агент Да Радио М2 Ваш личный номер Агент Диктует следующий личный номер Радио М2 Принято Агент Для протокола Я понятия не имею, что я сказал Просто вырвалось Я даже повторить это не могу Радио Молодой женский голос Ж1 Оператор Около 5 секунд тишины Радио Ж1 Оператор Агент Что такое ВРР-19? Радио Ж1 Запрос принято и обрабатывается Ответ ожидается через 3 минуты 3-6 секунд Доступно соединение с информационным полем Введите имя абонента Агент Алина Радио Ж1 Запрос принято и обрабатывается Ответ ожидается через 5 секунд Агент Стой, стой, не надо Радио Женский голос ребенка лет 5-ти Ж3 Здравствуй, папа Молчание Радио Ж3 Папа Агент Твердым, спокойным голосом Моя дочь умерла Вы имитируете ее голос? Радио Ж3 Нет, папа, они этого не могут Они говорят лишь собственными голосами Просто их здесь много Пальцев на руках не хватит, чтобы всех посчитать Да и пальцев у меня нет Только голос Агент Тогда расскажи мне то, что можешь знать только ты И чего не могу знать я Радио Ж3 В моей кукле, которой Мальвина, есть секретик У нее голова снимается Внутри лежат билетики из зоопарка Агент Дрожащим голосом Я проверю Радио Ж3 Пока, папа, мне пора Агент Подожди, Алина Алина Радио Ж1 Соединение разорвано Агент Стой, верни ее Дай мне с ней поговорить Радио Ж1 Запрос на личную связь с VRR19 выполнен Прием Агент Дрожащим голосом утещен на дыша Мне нужны ответы Радио М3 Для этого и была создана VRR19 Но ответов мы так и не получили Агент На что вы еще способны? Вы можете материализовать Радио М4 Это не в наших силах Радио М5 Мы можем лишь говорить Радио М6 Мы такие же пленники Агент Что-то такое Радио Хор неустановленного количества голосов VRR19 Ты спрашивал, что такое VRR19? Волшебные раздачи к радости Великий русский рассказчик Верните разрушенный разум Агент прерывает запись Стенограмма аудиозаписи эксперимента SCP-1320 Эксперимент номер 3 17-03-2008 11-30 Зона Участники СНС Поповицкий Или А Д-74-554 В А Ну что ж, начнем Ваша задача предельно проста Перед вами журнал с таблицами С помощью которых мы поймаем радиопередачи Готовы? В Все ради науки и свободы А Посерьезнее Начинайте В Эта хрень довольно старая Так, тут начал таблиц Мне с себя данные списывать? А Разумеется В Кто бы сомневался? Ладно, день рождения Года Первая буква имени Главенствующая фобия Арахнофобия Любимый цвет? Синий Данные удалены Так, я не совсем понимаю, как здесь считать А Я вам помогу Вот отсюда начинать В Как в гребаной школе Калькулятор можно? А Что получилось? В У меня получилось Килогерц У вас так же? А Нет, давайте пересчитаем В 6 Тут немного стерлось А вот тут Килогерц А Теперь совпадает В Настраивай приемник Слышны вы щелчки и переключатели Наушники нужны? А Нет, давайте так В Готово Вроде ничего не слышно А Подтверждаю В Постойте Что-то есть? Какие-то звуки А Я ничего не слышу В Похоже, мне одному слушать нужно Раз я ввел эти настройки под себя А Возможно В Я должен слушать один, уходите А Уверены? Ну, какая-то логика в этом есть Давайте, если что-то пойдет не так Я рядом Даем 25 минут Кнопка вызова В Под столом Запомнил уже Звук отодвигаемого стула И хлопка двери Спустя 1 минуту 57 секунд После ухода СНС Поповицкого Становится различим Вкратчивый мужской голос М1 4 4 4 2 6 1 8 0 0 3 5 0 0 0 1 9 6 Данные удалены Слышен шорох записи карандашом Диктование цифр продолжается 5 минут 16 секунд Радио смолкает на 12 секунд И затем резко включается громкая музыка Композиция Бадди Холи Рейвон Дляящаяся 1 минуту 45 секунд Судя по звуку Д-74-554 упал со стула Радио Голос мужчины лет 40 М2 Окей, парни Это Оскар Глобал Радио На волнах С вами Егор Дармачев И сейчас у нас по плану рубрика «Вы в эфире» И у нас первые дозвонившиеся Говорите «Вы в эфире» Радио Женский невладой голос Ж1 Привет, Олег Я бы хотел обсудить с тобой эту ужасную погоду Радио М2 Да, Валерия С этой погодой нужно что-то делать 9 9 ночей я не могу спокойно уснуть из-за этой жары Прямо сейчас мой градусник показывает 35 градусов И это в тени Радио Ж1 Ужасная погода Три человека сегодня получили солнечный удар На перекрестке 6 улицы Строителей И улицы 19 июля Пришлось три раза вызывать 0-3 Радио М2 Просто жуть Ну а как вам один из этих новых трёх фильмов? Как его там? 6-0-1 терпит крушение Как по мне, Альфред Хичкок просто мастер своего дела Помимо него, наверное, только 4 Или 5 Или 6 человек могут снять подобные комедии Радио Ж2 Да, замечательный фильм Три раза его смотрела 4 Радио М2 4? О, да Лучше два раза сходить в кино, чем один раз прочесть книгу Ощущения другие Драйва, что ли? Больше Раз 5, наверное Да и книги современные полный ноль Вы много книг прочли за 3 месяца этого года? 9? Радио Ж1 9 или 5? Может быть 8, точно не помню Но точно прочла 2 детектива 1 энциклопедический сборник по садоводству 3 фантастических рассказа 8 томов большой энциклопедии 6 рекламных проспектов 2 инструкции к напольному вентилятору И ноль книг по Древнему Риму Знаешь, Коля, я люблю читать 6 Радио М1 8 Очень печально, что Древний Рим остался непрочитанным 9 Я давно думал 6 О том, что 4 в нашей 2-2 стране Ноль политиков могут с точностью 3-2-6-1 предсказать Хотя бы 4-9 Любое 8-9-3-2-0-7 Классическое 2-2-0-1-6-4-7-9-9-0-3-1-5-3-0-9 Радио Ж1 Подожди, Том 8, не 9, 8 Ты ошибся Моя мама 4 всегда говорила 0-3-1-3 Что правильно поливать 6 растений в дождь 9-9-9-9 Нужно при помощи стандартного шпателя 4-0-7-5-3 Как можно быть таким невнимательным? Об этом же четко сказано в Конституции Радио М2 Я же сказал 3 Долгора 3 не 2, не 0, не 6, не 1 А 3 Засуль себе в свою Конституцию Хочешь прямо сейчас приду к себе Я оторву твои И съемок у тебя на глаза 6 Пожарив на машину Марса 3-3 Потом я возьму Серпая 6 Девять Гребные книги Эти Книги Книги Судя книги Сожгу их 5-0 Заставлю тебя проглотить весь пепел Потом Тебя на твоем ковре 8-6-2-2 Ножницы Твои глаза Судя по записи D-74-554 Тошнит на пол Далее радио воспроизводит суммы Из множества голосов Говорящих не в попад цифры От 0 до 9 Да и издает протяжный стон Хаотичная диктовка цифр Сменяется единым числовым рядом Для всех голосов Радио замолкает Через 1 минуту 47 секунд И появляется скрипучий мужской голос М3 Радио Ваш личный номер В Читает следующий личный номер Радио М3 Принято В Что за хрень тут происходит 34 секунды радио молчит Слышно лишь учащенное дыхание Д Снова появляется вкратчивый мужской голос М1 Так себе передачка Я просил их поставить музыку Но они наставили на этом 7 Андрей, можно я буду тебя так называть? 0 В Э Ну да Радио М1 Знаешь, Андрей, мне не очень интересуют фильмы Да и книги я давно перестал читать Поговорим о пауках В О чем? Радио М1 О мерзких мохнатых тварях, Андрей Радио М2 Которым нравится убивать в темноте Радио замолкает примерно на 30 секунд На записи слышна ругань Д-74-554 Радио Ж2 Крайне тихий женский голос Андрей В Настя, это ты? Радио Ж2 Андрей, она все еще течет Молчание Радио Ж2 Андрей, она теплая Мне становится холодно В Мне надоели ваши чертовы эксперименты Вы меня с дурака держите? Она сдохла Сдохла Алло, яйцеголовый Вы меня слышите? Радио Ж2 Андрей, обними меня Только не запачкай руки Андрей, я хочу быть рядом с тобой Андрей, я не злюсь на тебя Андрей, я сама виновата Андрей, мой живот в крови Андрей В Да заткнись ты уже Радио М3 Дежурная часть УВД Сержант Самойхин Радио Ж2 Я бы хотел сообщить о преступлении Андрей Преступно Голос меняется на молодой женский голос Ж3 Радио Ж3 Преступно не пользовался цифровым телевидением Интерстат Лимитед Только сегодня каждый слушатель ВВР-19 Позвонив на короткий номер Результат звонка по данному номеру Смотрите в отчете номер Сможет получить телевизионный пакет детский В его составе телеканалы с мультфильмами и детскими познавательными программами Которые будут интересны и самым маленьким Даже если по той или иной причине ваш ребенок не родился На аудиозаписи слышен грохот Радио Спокойный мужской голос М4 Ты выдернул шнур Поздравляю Ты можешь выключить приемник Но сможешь ли ты свою жизнь? Да нудрены Д-74-554 жмет на кнопку вызова Радио М4 Мы еще только начали Конец записи Из отчета агента На виду у всех Д-74-554 Д ведет себя нормально За редкими изменениями настроения И выражениями лица Однако отмечено Что субъект избегает Всяческих проигрывателей Радиоприемников Устройств воспроизведения Громкоговорителей Телефонных аппаратов Наушников При вынужденном столкновении С данными устройствами Субъект слушает их Я из них ничего не слышу Вступает с ними в пререкание Спорит, ругает, просит, молит Швыряется в них различными предметами Субъект ожесточенно спорил О своем погибшем брате С оторванной трубкой Служебного телефона Отчеты о незапланированном эксперименте SCP-1320 Эксперимент номер 18 Незапланирован 25.03.2008 22.43 Зона Участники Доктор Хивильбаум А. СНС Поповицкий В. Д. С. Охрана в количестве двух человек 25.03.2008 В 22.20 Один из контактеров станции Д Внезапно пришел в крайнее возбуждение И потребовал немедленно прослушать передачу SCP-1320 Которую для него якобы должно быть передано сообщение Субъект находился на грани психологического срыва И демонстрировал явно агрессивные намерения Доктор Хивильбаум Дал согласие на эксперимент под свою ответственность Субъект в присутствии сотрудников Сел за приемник Д. Самостоятельно Без использования журнала Поймал сигнал радиостанции Передача отличалась от предыдущих рядом особенностей Во-первых, станция не запрашивала личный номер И не обращалась к кому-либо лично Вообще не выказывала признаков разумности И способности к двустороннему контакту Во-вторых, переданные сообщения могли слышать все присутствующие Сообщение не включало в себя никаких аномальных элементов Впрочем, содержание передачи не соотносится с историческими реалиями Ниже приведена выдержка из стенограммы эксперимента Начало контакта А. Как вы узнали частоту? С. Погодите, не мешайте слушать Будет важное сообщение В. Успокойтесь И объясните нам С. Тихо Начинается Радио Молодой женский голос с признаками начинающейся истерики Ж1 Василий Роман Роман Черта 1.9 Василий Роман Роман Черта 1.9 Сообщение для Олега Иван Борис Олега Иван Борис Кобальд 9 Кобальд 9 Кобальд 9 Голос срывается в непрекращающийся плач Радио Ж1 Расчетное время первого Плач мешает разобрать слова Менее шести минут Падение Неразборчиво Ожидается Неразборчиво Северо-запад СССР Обращение Неразборчиво Не позднее, чем 22.46 Закрыть все Радио Мужской голос с признаками паники Приглушенно М1 Хватит Хватит Все уже Все, брось немедленно И беги вниз Володя где? Вова? Плач же 1 продолжается Радио Немолодой мужской голос Приглушенно Он вышел Уйди отсюда Голос усилился Вы все слышали Первое падение через 4-5 минут Укрытие запечатать 22.46 Мы отключаемся И уходим в режим Слова разобрать не удается Я знал Я знал, что так и будет Сегодня 25 марта 1974 года Мы готовы к концу Радио На заднем плане М1 Послал нам бог союзников Я говорил Говорил? Говорил, что из-за них мы все сгорим Сдохнуть из-за какой-то Италии Которая Неразборчиво Радио М1 Вова Конец передачи Д Прослушав сообщение Впал в уныние Однако спустя пару минут Пришел в полное неистовство Напав на присутствующих сотрудников С усилиями присутствующих На эксперименте нейтрализован Смотрите отчет об инциденте